Минимум агитации и очень низкая явка на избирательных участках. Всего 10% в Кирове в единый день голосования прошли до выборов в городскую думу. Подробности далее. Эфир продолжает рубрика короткой строкой. Стали известны предварительные итоги выборов, которые прошли в Кирове 8 сентября. Голосовали избиратели по ленинским одномандатным округам номер 5 и 6. Явка на участке была небольшой, всего 10%. В итоге из 11 кандидатов по предварительным посчетам победили Надежда Сураевой и Альберт Бекалюк. На перекрестке улиц проезжей Павла Корчагина на Слободском тракте запустили круговое движение. Это эксперимент для того, чтобы понять, нужно ли вообще на этом участке строительство капитального объекта кругового движения. Часто именно здесь происходят аварии. В правительстве области создают программу для сохранения объектов культурного наследия. У каждого объекта будут четко обозначены границы охранных зон. Сейчас они есть только у небольшой части зданий, а значит нет четких правил строительства вокруг них. Всю работу по определению и сохранению завершат к 2024 году. В Киров приедет Валдис Пельш и Борис Грачевский. Они станут гостями фестиваля «Золотой теленок», который пройдет 20 октября. В фестивале короткометражного кино примут участие 300 картин. Планируется, что на мероприятие приедут около 30 звезд кино, телевидения и КВН. Продолжение следует...